Здравствуйте, друзья! Вы смотрите творческий канал Ольги Мишиной. И я хочу рассказать, как сделать такое замечательное украшение на стену. Цветочный венок. В этой части я расскажу, как его отливать, а во второй части, как его расписывать. Хотела подсказать, что я пользуюсь силиконовыми формами для куличей, для кексов, для выпечки, в общем, одним словом. И что эти формы есть не только в виде венка, а в виде букетов или одной огромной розы, или одного огромного цветка. Добрый день, Вероника. Да, конечно, присмотрел букеты. Обязательно их куплю чуть позже. Но прежде всего тебя поздравляю с наступающим праздником весны. Сейчас я достаю из силиконовой формы, мне самой очень интересно, вот этот венок, который я отлила из гипса, потихонечку, вот так. Он еще серого цвета. Когда высыхают гипсовые отливки, они белеют. Вот, замечательно получился венок. Я хочу поблагодарить канал Хобби Маркет, потому что благодаря этому каналу и Светлане, автору, я училась отливать гипсовые отливки. И вот она подсказала, когда гипс остается, его очень жалко всегда выливать. У меня были разные формочки силиконовые. И я вот отлила из них, просто налила гипс в разные формочки. И отлила вот такие фигурки. Это бабочки, стрекозки, жучки. А, вот это пчелка. Это стрекозка, бабочка, жучки и божьи коровки, и цветочки. Вы знаете, я видела на одном канале, что очень хорошо, если у кого-то нет, подходят формочки от коробок с шоколадными конфетами. Там такие очень красивые узорчатые выемки, в которых лежат конфетки. И вот к этим, вот подсолнух, например, можно и панно сделать с Светланы, вокруг которого летают бабочки, если наклеить на какую-то картонку на фон. Можно приклеить магнитик и сделать очень красивые магнитики на холодильник. И разводить гипс надо один к двум, чтобы он был жидкий, как молоко. Первый раз у меня не получилось, он слишком быстро застыл, была более густая смесь. Продолжение следует... Продолжение следует...